Девочка-пай 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 Девочек-пай-пай Белая горячка. Сначала вылечу. На, держи, пей маленькими глоточками. Что это? Цианистый калий, чтобы не мучилась. Ну, бульон куриный, что же еще? Давай, пей и рассказывай. Настя! А какое снижение? Ну что ты, он синомитный? Никуда не уходите. Да, между прочим, мне этот твой Аркадий никогда не нравился. Этот нос просто не в состоянии хранить верность. Особенно в сочетании с формой верхней губы и раздвоенным подбородком. О, кошмар! И ты тут совершенно ни при чем. Он любой, но абсолютно любой бы женщине изменял. Тип такой. К тому же по гороскопу близнец. Ох уж мне эти близнецы! Своенравные засранцы! Ну, ничего. Он еще будет рыдать и умолять его простить. Да не хочу, чтобы он рыдал. Не хочу вообще его видеть больше. Умница! Я это сказала, чтобы тебя успокоить. Но, слава Богу, ты и сама прекрасно понимаешь, что нам эта глупая обезьяна и даром не нужна. Он же по году обезьяна. Козел он. Ну, это само собой. А вот история с твоим незнакомцем мне очень понравилась. Ты обязательно должна его найти. Должна? Только вот как? Не переживай. В нашей жизни столько необъяснимого, удивительного. А Аркадия выброси из головы, забудь. Не нужен он нам. Да что это за работа для мужчины торговать бюстгальтерами? И для тебя это тоже не работа. Ты вспомни, кто ты. Безработная дура с алкоголическими наклонностями. Прекрати. Ты специалист по древнему Китаю. Ну, кому это сейчас нужно? Кто это купит? А бюстгальтерия? Какие-никакие деньги? Вот чем я буду за комнату вам платить? Ой, перестань. Об этом я даже слышать не хочу. Так живи. Боже мой. Ну, как же я могла забыть-то? Будет, будет у тебя работа. Замечательная работа. Если только не поздно, конечно. Сонечка. Привет. Это я, Зина. Как твое здоровье, дорогая? Да ты что? Вот так, да? Ага. Понятно. Соня подруга юности. Третья жена моего второго мужа. Директор ЗАГСа. Вот такая баба. Да, я тебя внимательно слушаю, да. Трудно, конечно. Я понимаю, да. А у меня как раз для тебя хорошие новости. То место, о котором ты говорила еще свободно. Чудесно, Сонечка, ты прелесть. Да, у меня есть очень хорошая кандидатура. Моя постоялица. Скромная, умная, работоспособная. Что? Конечно, без вредных привычек. Можно прямо сейчас? Соня, как здорово. Все, она уже едет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, моя милая. Проходите, пожалуйста. Пересаживайтесь. Как там Зиночка? Спасибо большое. Очень хорошо. Она просила вам передать. Ой, какая прелесть. Толик их обожает. Я ему скажу, что это от Зиночки. Он будет очень рад. Софья Марковна, вы святая. Это мой секретарь, Роза. Розочка, введите, пожалуйста, Настеньку в курс дела. А я ненадолго отлучаюсь. Хорошо, Софья Марковна. Можете идти спокойно, я все покажу. Всего доброго. Спасибо большое. До встречи. До свидания. Зиночке привет. Хорошо. Проходи. Стул. Стол. Телефон. Твоя задача – отвечать на звонки. Вежливо записывать все аккуратненько. Наименование здесь. Роценки здесь. Будут вопросы – обращайся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Подождите секундочку, пожалуйста. Заказывали машину с кольцами, а приехала без колец. Это не наша проблема. Пусть звонят Круглову. У тебя же есть запись на столе. Круглов Иван Васильевич. Неужели непонятно? Непонятно. Алло, вы еще здесь? Да. У вас есть телефон Круглова? Кажется, есть. Замечательно. Вот ему и звоните. Алло. Букеты можно заказать? Да, букеты можно заказать. Какие вы хотите? Из горных лилей хочу. Минуточку. Побудьте, пожалуйста, на связи. Я уточню. Сумасшедший дом. Роза, клиенты спрашивают, можно ли изготовить букет из горных лилей? Можно. Дай им телефон салона Камеле. У тебя же все записи на столе. Есть? Есть. Я не понимаю, честное слово. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Господи, минуточку подождите. На свадьбу не вилась тамада Юля, что делать? Увольнять! Слушай, сколько можно бегать по каждому поводу? Учись работать самостоятельно. А Юлю уволим? Она мне надоела своими проколами. А со свадьбы-то что делать? Ну, я не знаю, думай, ищи замену. Но по списку можешь не звонить, наши все заняты. Считай, что это тест на сообразительность. У меня, кажется, есть тамада. Точно, есть. Отлично, действуй. Действуй, что стоишь. Алло, вы еще здесь? Да. Скажите, где вы находитесь, мы пришлем к вам замену. Какую замену? Хорошую замену. Тамаду? Да, квалифицированную тамаду. Тогда в кафе Пикадор. Где? Кафе Пикадор. Кафе Пикадор? Не знаете? Нет, знаю. Ну, хорошо. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Ждем, ждем, хорошо, ждем. До свидания. Ну, надо же. Пикадор. Утопим. Ой, лучше волки съедят. А вот сейчас придет наша подруга Кикимора. Она точно знает, что с тобой сделать. Рябикова Светлана, тебя к телефону. Рябикова, к телефону. Алло, Светка? О, Настя, привет. Столи тебя не слышала. Ты где сейчас? Мне как-то рассказывать. Мне срочно нужна твоя помощь. Просто-таки немедленно. Нет, прямо сейчас я не могу. У меня выход через минуту. А когда ты освободишься? Только не говори, что не скоро. Где-то через полчаса, наверное. Фу, полчаса, это нормально. Записывай адрес. Пишу. Рябикова, маме твою, спишь, что ли? А она точно придет? Да, и она точно знает, Василий, что с тобой можно сделать. Нихуй. Ничего, ничего. Вот она уже близко. И вот она уже идет. А давай у Зайца спросим, где Кикимора? Господи, давай. Заяц, где Кикимора? А давайте, детки, поможем Зайцу. И все вместе позовем Кикимору. Да. Кикимора, 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 Кикиморка, Кикиморка. Все, у нас, извини, не могу больше говорить. Все, пока, пока. Ну что, попалась девица? Попалась красавица? Да уж, попалась. Уже 10 минут, как попалась. Где тебя черти носили? Ну что, сейчас будем тебя есть. Здравствуйте. Проходите. Очень приятно. Проходите, присаживайтесь, спасибо. Видишь, гости, гости собрались, а тамады нет. Валюшенька, успокойся, тебе нельзя. Да куда это годится? Здравствуйте. Боже мой, девушка, ну почему так долго, почему так долго? Ну, гости собрались, молодые, они вот, они уже подъезжают. Посмотрите, как я переживаю, я очень переживаю. А, так вы родители? Да, со стороны невесты. Вот, меня зовут Валентина Андреевна, а вот Валентин Петрович. Со стороны невесты, вот мы, Вероники. А вы оба Валентина, да? Да. Получилось. Вот, а видите, вот там за столом сидит женщина, вот там вот, с такой золотой цепью. Ну ты-то чего? Видите, вот это со стороны жениха, совсем одна. Такая странная особа, все взвалило на наши плечи. Ну, все, буквально, машину заказать, музыку заказать, молодых одеть. И тамаду найти. Девушка, вы понимаете, как практически руководить вот этой свадьбой? Идите, пожалуйста, к гостям, я умоляю вас. Я не тамада. А кто вы? Я работник ЗАГСа, а тамада сейчас будет с минут на минуту. Кошмар, я сейчас, я от этой свадьбы, посмотри, что со мной творится. У меня опять руки задрожали. Валечка, не волнуйся. Это кто? Что это? Это не то, что вы думаете. Это сюрприз. Да. Опять вы? Я. Добрый день. Здрасте. Вы в сухом сегодня? Да, и заметьте, на двух каблуках. Ну, при таком дополнении, думаю, что никакой роли не играет. Не вполне понимаю, о чем сейчас идет речь. Потом тебе расскажу. Ладно, счастливо. Счастливо. Ты с ума сошла? Что случилось? Что случилось? Что у тебя на голове? А с лицом что? Ну, ты же сама просила переехать немедленно, а я после спектакля. Ну, ты бы хоть парик сняла. Знаешь, без переказа с одним веснушками еще страшнее. Слушай, я вчера в этом кафе так напилась. Ты? Что делала, не помню. Просто провал в памяти. Веришь, нет? Так неудобно. Да ладно, что там неудобно. Если помнила, а так-то. Ну что? Здравствуй! Здравствуй! Вам просили передать, что молодые задерживаются, но они сейчас будут уже в пути. Миша, подождите. Да-да. Скажите, а я вчера ничего такого не натворила? Ну, такого? Ничего. А что я делала? Что делали? Дрались. Стриптиз танцевали. А перед закрытием требовали продолжение банкета. Ого! А вы вот в этом вашем, в зеленом, убедительнее смотритесь. Спасибо. Нет, правда, я танцевала. Стриптиз. Нет, я серьезно. Вот. О-о-о! Аська, ты правда раздевалась? Это я помню. Это образец, смотри. Я ему вчера из сумки достала. Угу. Что здесь происходит? Свадьба. Фух! Твоя? Это не моя, просто свадьба. Фух! Хорошо, а что от меня требуется? Ты выручать меня должна. Будешь тамадой. Кем? Тамадой. Я не умею, Настя, ты что? Светка, выручай, ты же актриса. Если ты меня не выручишь, я за сутки потеряю вторую работу. Так, а что у нас случилось с первой? Потом расскажу. Пошли скорее, иначе у Валентина Андреевна инфаркт будет. А можно здесь парик оставить? Можно. Да где же вы ходите? Молодые будут через секунду, а гости еще не готовы. Ну, начинайте же, господи, здравствуйте. Если гости готовы до приезда молодых, это не очень хорошо. Она просто из сердечки не врача бывает. Начинай. Здравствуйте, гости дорогие! Давайте встанем вместе в круг. Пускай протянет руку друг. Пусть улыбнется брату брат. Улыбка лучше всех наград. Итак, позвольте же начать. Пора нам молодых встречать. Час торжества уже настал. Жених с невестой входят в зал. А давайте-ка все вместе, дружно, позовем молодых. Молодые! Молодые! Разве молодые нас услышат? Еще раз громче, с улыбочкой и... Молодые! 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 Вот они наши молодые услышали нас. Аплодируем, аплодируем нашим молодым. Молодые! Молодые! Дорогие друзья, давайте поднимем бокалы за здоровье молодых. Как говорится, важнее всего погода в доме, все остальное ерунда. Есть я и ты, а все же труд, легко исправить с помощью зонта. Так давайте же дружно вместе выпьем за этот самый сон, с которым у нас теперь будут жить Вероника и Алексей. За любовь, любовь и счастье молодых. Дорогие дети, какая радость видеть вас рядом. Пусть будет сладко вам всегда. Ну а сегодня горько! 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 Горька, Горька, Горька! Здравствуйте. Я Жора, компьютерщик. Анастасия. Светлана. А можно вас пригласить на танец? А что, сейчас кто-то танцует? А разве это важно? Знаете что, Жора? Идите, выпейте рюмку-другую, расслабьтесь, а потом поговорим, ладно? Ладно. Киура. Что? Киура – это спасибо на языке Маори. Маори – это этнические жители времен Новой Зеландии. Там множество островов, один из которых называется Уропука-пука. Только этого нам не хватало. Скажите, Жора, а как по-уропука-пупски будет «до свидание»? Только не по-уропу-пупски, а на языке Маори. Хайра-айра. Хайра-айра. До свидания, Жора. До свидания. Чудесный мальчик какой. Наверное, он в тебя влюбился. Да ладно тебе. Вообще не расслабляйся. Белый танец. А это что за пиковая дама? Не сейчас, Жора. Субтитры подогнал «Симон»! Какой ужас. Насколько я помню, обычно воруют невесту, а не жениха. Ай, не переживай. Хорошо, мы тебя очень любим, очень. Ника, собирайся. Господи, Господи, какой позор. Да что вы такое говорите? Вы что, не видите, что ей плохо? Лучше умереть, чем такой позор. Слушайте, вы что, ей не родная? Мачха, да? Ника, собирайся. Поехали домой. Я никуда не поеду. Ты что? Ты что хочешь? Ты что хочешь, чтобы в нас пальцами тыкали всю жизнь? Ты этого хочешь? Ты думаешь, он вернется? Да никогда! Поехали домой, доченька. Я никуда не поеду. Хватит за меня решать. Хватит за нее решать. Валюша, поехали. Тебе нельзя волноваться. Поехали. Тебе нужно завоевать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Можешь считать его побег огромнейшей удачей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это кто? Если хочешь, можешь не отвечать. Ее зовут Валерия. Певица? Стриптизерша. Это девушка Алексея. Она бросила его год назад. Сбежала с каким-то греком в Турцию или с турком в Грецию. Он ее безумно любил. Это страшная женщина. Я думаю, что это ведьма. Она на него действует как-то гипнотически. Слушайте, а я своего бывшего вообще застала с голой девицей. На день раньше из командировки приехала. Вкусный салат. Но теперь все хорошо. Я встретила другого человека. Правда, тут же его потеряла. Настя, извини, что в этом хорошего? А как это? Встретила и потеряла. Это же так грустно. Ну, грустно. Грустно у нас в тюзе. Но я предлагаю отложить эти трогательные воспоминания на время. Да? Да. Это твой незнакомец? Андрей. Прекрасно. Андрей. Это будущее. А сейчас нам надо покончить с нашим безрадостным прошлым. Да? Да. Долой тоску. Да. Предлагаю считать праздник свободы открытым. Ура. Ура. Замечательный ту... Это кто же у нас тут такой? Я же, Жора, программист. Господи, надо же так набраться-то, а? Сама виновата. Я? Я? Кто ему давал команды выпить, расслабиться, а закуски ни слова? Ну, что? Ну, он же ясно тебе признался, что он программист. Ну, что программист, Жора, хорошо тебе? Мне хорошо. У меня идея. Сегодня вечером у нас будет праздник по полной программе. Скоро вернусь. Давай. Анастасия! Разрешите пригласить вас на медленный танец? Считайте, что мы уже танцуем. Вообще-то он славный парень, просто пить не умеет. А так он очень умный и начитанный. Да, я заметила. После острова Ура-Пука-Пука. Где ты была? Звонила. Куда? Девчонки? Нас ждет сюрприз. Слушайте, неужели мне, специалисту по древней китайской культуре, предстояло всю жизнь торговать лифчиками, брачевать региструющихся, регистрировать брачующихся, а тебе, талантливейшей актрисе, можно сказать, играть кикимору в этом чузе? Действительно. В таких актрисках, как я, может, одна на тысячу рождаются. А ты у нас кто? Партниха. Ты модельер или дизайнер? Модельер. Какая разница? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Вот это абсолютно верно. Короче говоря, давайте выпьем за то, чтобы все у нас было хорошо. Потому что блондинкам должно вести. Да. Завтра же из солидарности с вами выкрашусь блондараном. Они еще знают, на что мы способны. Ой, спит горе наше. А вот и мой терпись. А вот и мой терпись. Мероника! 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 Поздравляю тебя! Ты уволена! За что? Сонечка сказала, что вы с твоей подругой устроили в ресторане дебош, разогнали свадебных гостей и с какими-то неизвестными ряженами съели все продукты. Это правда, Настюша? Так правда. По факту да. Гостей мы не разгоняли. Они сами разошлись. Потому что жених сбежал. Подожди, вот так со свадьбы прямо взял и сбежал сам? Да не сам, а со своей бывшей любимой Валерией. Жуткая девица, на вид мы похожа. А ведь я вчера видела его. Кого? Андрея. Да ты что? Угу. Он шел мимо окон кафе, а когда я увидела, когда я выбежала, его уже не было. Бедная моя девочка. Ну ничего. Все будет хорошо. Ты обязательно его найдешь. Вот увидишь. Все будет хорошо. Мы с девчонками так и решили, что все будет очень хорошо. Ну что, подъем? Подъем. Бог ты мой! А как же бедная невеста? Да. Вот наверняка он стрелец. Только стрельцы на такое способны. Вот мой первый муж, Петр, был стрельцом. Так вот, во время нашего медового месяца он вдруг исчез на четыре дня. Я все морги обзвонила, все больницы, весь город на уши поставила. А он, оказывается, уехал в Харьков прощаться со своей первой любовью. И вы ему простили? Ну куда же я делась? Конечно, простила. Он приехал такой счастливый, сказал, вот теперь ты его уже ничего не держишь. Это я сейчас понимаю, что она тогда ему просто отказала. Ах, чего старый ворошит. Через год мы все равно развелись. Ты-то что собираешься делать? Работу буду искать. Да. С алкоголем надо завязывать. Как? Что как? Как работу будешь искать? А? Как? По объявлению. По интернету. Резюме разошлю. А что насчет Андрея? А что насчет Андрея? Тоже буду искать. Как? По интернету? Или разошлешь резюме? Так. Сдаюсь. Зинаида Афанасьевна, не томите. У вас есть конкретные идеи? Есть. Через час, Настюша, мы с тобой будем знать все. Что все? Все. То есть вообще все? Зинаида Афанасьевна, вы меня пугаете. О чем узнаем-то? Об Андреи. Что он за человек? Где живет? С кем? Женат или разведен? От кого узнаем? От специалиста. Специалиста по части нетрадиционных способов предсказания и, так сказать, привидения. Серафима не просто гадалка, она уникум. Так что давай, быстро собирайся и иду в магазин за кофе. Что-то я только связи не улавливаю. Ой, боже мой, ну что ты как босячка, а? Ну скажи, какой приличный мужчина обратит на тебя в таком виде внимание? Вы мне зубы не заговаривайте. Что это за Хиросима такая? Вы мне никогда о ней не рассказывали. Не Хиросима, а Серафима. Моя добрая знакомая, потрясающая дама в чашке из-под кофе может увидеть целую жизнь. У нас, кстати, молотого кофе нет. Так что будешь покупать, смотри, чтобы не горелый был. Дорогая Настя. Анастасия. Здравствуйте. Добрый день. Анастасия, я предлагаю вам, я хочу, чтобы вы... Здравствуйте, Анастасия. Вы меня узнаете? А что, кто-то умер? Почему? Ну, у вас цветы и вид такой печальный. Я бы даже сказала, трагический. Да? Я просто не нервничаю. А что случилось? Вот. Это мне? Вам. Мне? Да. За что? Я хочу вам. Я хочу вас. Вы должны сказать, просто так, как в мультике. В каком мультике? Ладно, бог с ним с мультиком. Знаете, мне нужно в магазин за кофе. А я тут с вами болтаю. А можно я с вами пойду? Да, пожалуйста. Вы ко мне по делу, Жора? Или так просто в гости решили зайти? Вы извините, я спешу, потому что Фима ждать не будет. Кто такой Фима? Такая. Это гадалка международного класса. Предсказывает будущее по чашке кофе. Настя. Настя. Я хочу, чтобы вы... Я хочу вашей... Безусловно, вы можете подумать, что я... Я вам, я вас... Какой вы разговорчивый. Вы хотите за меня замуж? Ну, вы же меня совсем не знаете. Да я знаю вас. Ну, конечно, после моего позорного валяния под столом, что я... Да замечательно вы валялись. Это было очень забавно. Правда? Вам понравилось? Пойдемте. Серафима обидится и напророчит мне какого-нибудь уродца. А так вы согласны выйти за меня замуж? Я не хочу замуж. Вы за меня не хотите? Да ни за кого не хочу. Хотя... Знаете что, Жора? А было у вас когда-нибудь чувство какой-то необъяснимой уверенности, что совсем незнакомый человек – это именно тот? Именно тот единственный, который нужен? Знаете, у меня как раз сейчас это чувство. Господи, я говорила о себе и о нем. Не обижайтесь. Король всю ночь гуляет напролет. Шумит и бьет, и мчится в громком вальсе. Едва слушает он стакан рейнвейна, как слышен звук и барабанов, и литавы гребящих в честь победы над вином. Обычай это. Ой, боже мой. Вот сколько я их просил, а сложить все по-человечески. Ничего не могут эти артисты. Я сколько раз им не говоришь, где этот колпак дурацкий. Почему шут без колпака? Потому что водку жрать меньше надо. Йокалэмэнеопорэгамлет они играют. Софелия вместе. Лорды вонючки какие. Зоя, где мой костюм? Какой костюм? Какой? У меня выход через полчаса на сцену. Да нет, у тебя никакого выхода. Твои тряпки забрала Самарская. А что это Самарская? Ну потому что она играет сегодня твою роль. Мою роль? А я? Цепочка от буя. Зоя, что случилось? Потому что я тебя просила, говорила тебе сколько. Не надо спать с режиссером. А ты продолжаешь. Вот и получай. О. Кобак нашелся. Ну и? Ой, Светик, я тебя не поддерживала, честное слово. Вот у Алифтины спроси. Сергей Петрович меня сам назначил в приказном порядке. Мне очень жаль, что тебя сняли, правда. Ты ведь у нас талантливая, это все знают. Понятно. Ай! Извини. Сейчас, великий режиссер, будет тебе выход. Да, конечно, так. Хоть я к нему, как здешний уроженец, хоть и привык, однако же по мне, забыть его гораздо благородней, чем сохранять. Смотрите, принц, он снова к нам идет и принимает разные обличья. Он хочет что-то вам сказать. Вот только что! Что? Что такое? Кто выпустил нас там у слона? Берите его! Занавес! Что, Зон, дед забыл? Спасите нас, о небо Серафимы! Спасите нас, о небо Серафимы! Блаженный дух, или демон проклятой? Облекся ты в глагоуханье неба, или вадо дым? Со злом или с любовью приходишь ты? Твой образ так заманчив! Мать твою, Занавес давай! Заела! Сергей Петрович, заела! Все у вас всех, чёртовая бабушка! Заела у него! Сомав! Сомав! Утри слона! Как? Да вытолкайте его! Где сын? Я здесь, Сергей Петрович! Зоненька, тащи что-нибудь! Что? Да что-нибудь! Всё равно одеть! Зоня! Хорошо! Неладно, что-то в датском королевстве! Звучит музыка! Светка, ты! Конечно, я! Как тебе моя виндета по-красикански? Ты знаешь что? Знаю. А может, на поклон выйдем? Как в старые добрые времена. Я тебя ничтожу. Да ты, Кукушкин, мне премию должен выписать. Ты когда-нибудь слышал в своем паршивеньком театре крики «Браво и бис»? Нет? Ну вот, наслаждайся, Кукушкин. Наслаждайся. Правда неописуемо красивая? Посмотреть. Так почему же вам его просто не купить? Ага. А вот это вот. Ага. Понятно. Вот именно. Даже мне не потянуть такое количество нулей. Это во-первых. А во-вторых, я его мерила. И оно у меня маловато в груди. А потом другого такого нет. Это эксклюзив. А в-третьих, и это самое главное, вы запросто сошьете мне такое же. Да даже лучше, я уверена. Ну, в принципе, я думаю, это не очень сложно. Да я знаю, что вы кудесница. И потом вам давным-давно пора открыть свой бизнес. Да. Еще раз проверь накладные. Хорошо, проверь. Внимательный ты мой. Не вздумай, не вздумай ничего подписывать. Боже, спаси, сохрани. Да, скоро буду. Да. Муж звонил. Данные у него, видите ли, не сходятся. Ну, что говорит делать в партии свиной тушенки, если по накладным она говяжья. Но ничего. Ничего не может без меня. Вот я все время говорю. Бог создал мужчину, а потом подумал, подумал, и решил, что способен на большее. И сотворил женщину. И это чистейшая правда. Господи, я же спешу. Мне пора бежать, дорогая моя. Вы рассмотрите его как следует. Ладненько? Хорошо. А потом мы созвонимся. Да? Да. Все. Целую крепко. Ваша Репка. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин А у вас хороший вкус. Спасибо. У вас тоже. Профессия обязывает. А вы модель? Нет, я модельер. Работаю с Плугином. Самим Плугином? Да, самим Плугином. Стас. Вероника, а я тоже шью. У меня есть целая коллекция эскизов. Кое-что уже даже готово. Три платья, два мужских костюма и еще у меня... Интересно было бы взглянуть. Правда? Что правда? Вам правда интересно? А это? Конечно, правда. Можно прямо сейчас. Хотя, нет, вы знаете, у меня сегодня встреча. Как насчет завтрашнего дня? С удовольствием. Ой, Зиночка! Серафима. Анастасия. Хорошо. Кофе сварили. Начинаем процесс. Пьем не спеша и медленно сосредотачиваемся на предмете своих желаний. Думаем о главном, о самом главном. Пьем маленькими глоточками. Пьем вкусный кофе. Не спешим допивать все до конца. На дне остается несколько капель. А теперь смотрим, как это делаю я. А теперь ждем. Аккуратно переворачиваем. И смотрим. Девочки, девочки, не путайте меня. Гадание не терпит суеты. Ну, что там? Жить буду? О, девушка, у вас очень бурная личная жизнь. У меня? Ну, не у меня же. Что я вижу? Я вижу сразу четверых. Мужа и троих любовников. Кого? У нее нет мужа. Зиночка, как это нет мужа? Вы посмотрите внимательно. Рога видите? Видите рога? Ну, вижу. Муж. А вот эти трое, это любовники. Видишь? Нет, не вижу. Ну, внимательно посмотри. А зуб видишь? О, зуб вижу. Это дантист. О, как это все серьезно. Но вы, радость моя, бросите своего мужа и сойдете с этим дантистом. Сейчас вы ему всецело доверяете, но очень зря. Очень зря. Змею видите под зубом? Слушай, ты о чем думала, когда пила? А змея это женщина. У него есть женщина. Не верьте ему. Ну, он оставит вас одну, на то время беременную, без квартиры и на бабах. Подожди, Фимочка, дай-ка мне чашку. Ну, подожди, над ней я вижу очень много неприятностей. Да это не та чашка. Не та. Ну, конечно, вот Настина чашка. Видишь, я дала специально ей со сколотым краешком, чтобы мы не перепутали. А мы как стали смотреть, так видно и перепутали. Да. Получается... Получается, что это либо моя, либо твоя чашка, Фимочка. А если рассуждать логически, с учетом мужа трех любовников, а главное, беременности, то... Тут-то я и вижу, что мне все знакомо. Ах ты ж гадина. Кто? Лева Белкин, этот дантист мой. А вот эта змея под зубом, это Ирка, его ассистентка. Они квартиру мою захотели. Вот вам моя квартира, гады. Вот вам и квартира, и машина, и дачу-придачу, и машину, и бриллианты, и золото. Все получите. А у меня-то что? Нормально? Нормально. У тебя все нормально. Задушу, гада! Девчонки, давайте пить кофе, да? Ну, кофе-то кофе. Папка, все так хорошо. Ой, а я уже начала переживать. Привет. Привет. Ты только к столу переоденься, Никушка. Ну, надень вот это розовое платье большой горой, которое я тебе купила. Я так его люблю, а ты его не носишь. Мам, какому стал он? Как? Я же тебя предупреждала. Только не говори мне, что ты куда-то собираешься идти. К нам сегодня в гости придет Семен Борисович. Забыла? Мама. Мама, не мама. А нужно же как-то устраивать твою личную жизнь. Валя, вали отсюда. Давай. Вы угощайтесь, кушайте. Спасибо. Кушайте. Спасибо большое. Подай колбаски, пожалуйста, Валя. Да. Малышки, малышки, пожалуйста. И рыбки, и рыбки. Подай рыбку. И корки. Нет, это не рыбка, Валя. У меня, как вы знаете, Валентина Андреевна, трехкомнатная квартира, автомобиль и небольшая дача. Конечно, знаю. Валя, ты помнишь, мы два года назад были у Семена Борисовича на даче? Бориса Семеновича. Ничего, ничего не было. Конечно, Борис Семеновича. Борис Семенович. Какое чудное место. Там рядом речка. Да, да. Вода в ней как слеза. А воздух, просто это озон, чистый озон, да? А лес. Валя, скажи, какой там сказочный лес? Ура. Продолжаю. Имеется также большая коллекция картин. Не классики, конечно, нет, но вполне приличные люди. Александр Владарский, Ян Таксю. А вы знаете, Аникочка у нас тоже умеет рисовать. Да, она у нас художник-модельер. Такие эскизы делает, фантастические. Хотите, покажу? Кроме того, имею целый сад редких комнатных растений. Практически все выставочные экземпляры. Некоторые даже привезены из-за рубежа. Вот послушайте. Эуфорбия. Мамилярия. Вероника обожает цветы. Да, просто жизни своей без цветов не представляю. Вот знаете, так утром проснусь и сразу же думаю, как там мамин кактус на тумбочке поживает. Бегу за водичкой, поливаю его и каждую иголочку протираю, протираю. А потом сижу и налюбоваться не могу. Но, к сожалению, других представителей флоры у нас дома нет. А я вам дофимбахию подарю. Вот, суббахия большая. Вероника, это она шутит. Вы знаете, с таким юмором шутит и шутит все время. Такая умница. Вот это все она приготовила. Что? Не превзойдет. Готовит, просто не превзойдет. Ой, так дайте же попробовать. Что же вы? Так вы кушайте, кушайте. Это все вот она. Все. Вы знаете, а поет ангел. Валик, какая у нее любимая песня? Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет мама. Так это же песня моего детства. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда. Гитара, песня, но очень хорошая. Да. Песенка моего детства. И вы знаете, все у нее так легко получается. Так весело. Все так. Да. А вы знаете, какая я выдумщица в постели. Такие кульбиты иногда выделывают. Обхохочетесь, Борис Семенович. Кмасутра отдыхает. Дика, дочка шутит. Юмор. Понимаю. Ну почему же, папа, я шучу? Мы, можно сказать, с Борисом Семеновичем почти родные люди. Правда? Кстати, Борис Семенович, а какие презервативы вы предпочитаете? Я, знаете, люблю сусиками. Они очень похожи на таких маленьких, смешных тараканчиков. Ты пошел! Да ты, 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 ты с ума сошла! Она сошлась! Большое спасибо. Подождите. Не знаете ли, пора. Было очень приятно. Подождите. Подождите. Вы уже уходите. Заглядывайте к нам почаще. Как же, как же. А как же сладкий стол. Другой раз. Другой раз. Спасибо. Благодарю вас. Семен Борисович! Благодарю вас. Семен Борисович! Сусик. Я тебя, Сусик. СМЕХ 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 Семен Борисович! Борис Семенович! Конечно, Борис Семенович! Пропростите её. Вы знаете, она пережила такую травму. Я бы даже сказала, трагедию. Я понимаю. Это нервы. Я всё понимаю. К вам это не имеет ни малейшего отношения. Ну, ещё чего не хватает. Конечно, Борисович, не обижайтесь. Я всё прекрасно понимаю, но... Пожалуйста, не обижайтесь. Вот что хочу я вам сказать. Мне, конечно, отказывали. Ну, чтобы вот так вот. До свидания. Ну, мне тоже пора. Так, сядь. Сядь! Ты понимаешь, что ты сейчас натворила? Зачем ты устроила весь этот цирк? Мам, объясни ты мне. Зачем весь этот цирк нужен был тебе? Мне? Тебе. Я хотела познакомить тебя с приличным, интересным человеком. Это была моя единственная цель. Может быть, даже святая цель. Мам, этого торгаша ты называешь приличным, интересным человеком? Торгаш. Этот торгаш, между прочим, замначальника планового отдела. У него большое будущее, чтобы ты знала. Да пусть хоть начальник планового отдела. Мам, у него нет никакого будущего. Завтра он выйдет на пенсию. Максимум послезавтра. Тебе не стыдно было продавать меня этому торгашу? Милая моя! Ты забыла, сколько тебе лет? Тебе через год 30. А у тебя нет ни мужа, ни сына, ни дочери, ни любовника. От тебя жених сбежал, как отчима. Это такое климо! Ты никогда с таким климом замуж не ходишь, Валик. Дай мне нитроглицерин, а то я сейчас умру. Мамочка, милая, я обязательно выйду замуж. Когда-нибудь я обязательно выйду замуж. Нет. И когда-нибудь. Ты скоро выйдешь замуж. Не за Семен Борисовича. Мама! Бориса Семеновича. Да! Борис Семенович! Господи, мой! Так за Альберта. Ты обязательно выйдешь. У меня, знаешь, у меня очень много козырей в рукаве. Мамочка, побереги свои рукава. А про Альберта ты сама говорила, что он бабник, скандалист и сплетник. И я? Да, ты. Когда я такое говорила? Никогда я такого не говорила. Да, Альберт разговорчивый человек. Но он вполне порядочный. И потом, тебе не будет с ним скучно. Вот как мне своим папой. Я не понимаю, что здесь смешного. Валентин! Это безобразие и донс. Вот вы издеваетесь просто надо мной, да? Мама! Малаган устроили, издеваетесь, да? Издеваетесь! Я не хочу больше разговаривать ни о замужестве, ни о детях, вообще ни о чем. Не хочу и не буду. Все, я ухожу. Куда? Подышать воздухом. С такими губами? Я буду дышать носом. Галь, чего, Валя? Я кушать хочу. Пойдем, стол накрыт. Да, у нас таких-то и девушек нет. Да, там вышло, да. Кто там? Это я. Кто я? Кто я? Я Жора. Жора Козлов. Настин знакомый. Я работаю компьютерщиком. Я программист. Достаточно, я открываю. Здрасте. 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 Прошу прощения, я... Извините, что не перезвонил. У вас все время телефон был занят. А, да, это Настюша в своем интернете заседает. Проходите, пожалуйста. Настюша, к тебе молодой человек. Жора, вы? Что-то случилось? Да. То есть, нет. Ну, а что же мы в коридоре стоим? Давайте дружненько все на кухню, при чай или кофе, по желанию. Кофе или чай. Дева-кролик. Лев-обезьяна. О, ну тогда проходите. Нетипичный вы мой. Я знаю, как найти вашего Андрея. Как? Наверное, не секрет, что о каждом из нас существует информация в определенных местах. Научно-технический прогресс. Не обращайте внимания, Жора, продолжайте. Словом, все данные сейчас существуют в электронном виде. Бумажными архивами уже давно никто не пользуется. Ладно, оставим вступительную главу чайником. Я могу войти в банк данных любой организации. Да вы что? Неужели в самом деле любой? Ну, практически любой. А что касается паспортных столов, ЖЭКов и тому подобного, то это вообще не вопрос. Ну, хорошо. А как найти человека по одному лишь имени? Без фамилии, отчеству? Кажется, что абсолютно невозможно, да? Абсолютно. Имя Андрей очень распространенное. И к тому же в переводе с греческого означает... Я тоже так думал. Но что мы знаем об объекте? Это мужчина лет 25-35 не женат. Так? Да. Не женат или разведен. В противном случае, зачем тогда нам его искать? Подождите. Может быть, он пока еще женат, но находится в стадии развода. Знаете, как это бывает? Я трижды была замужем. Верю. И мне эта стадия хорошо знакома. Верю. Ну, давайте остановимся на том, что объект все-таки свободен. Далее. Само наличие машины. Какая у него машина? Вот я так и не разглядела его машину. Ладно. У нас имеется машина, и это факт немаловажный. Можно начинать искать. Но как? Как? Методом исключения. Этот замечательный метод может дать, если не 100, то уж 99% наверняка. Вот смотрите. Мы знаем район, в котором предположительно проживает наш объект. Так? Так. На всякий случай. Берем площадь радиусом 5 километров. Он же говорил, что неподалеку живет. Правильно. Правильно. Далее. В базе данных паспортного стола выбираем всех подходящих к нашей возрастной категории Андреев. Исключаем женатых. Исключаем женатых. А также кавказцев. А также кавказцев, афроамериканцев, японцев, китайцев и прочих лиц с ярко выраженными признаками национальной принадлежности. Так? Так. Далее. Далее. В гаишной картотеке выбираем всех владельцев машин. Исключаем не имеющих машин. Круг сужается. И в нем-то найти искомого нами объекта будет расплюнуть. Далее дело техники. Обзваниваем всех оставшихся Андреев и выясняем, кто же из них искомый. И Джамбо. Что это Джамбо? Джамбо – это привет по суахили. Ой, как интересно. Вот так вот весело и без особого напряжения мы найдем нашего Андрея. Извините, вашего Андрея. Гениально. Вы знаете, Жора, вам всерьез следует задуматься о карьере сыщика. Правда? А ты видел когда-нибудь череп Шерлока Холмса? Ой, ну не надо. Разумеется, я знаю, что великий детектив – это плод писательского воображения. Но он основан на реальном физиогномическом факте. Вот эти бугры на вашем лбу, Жора, говорят об исключительно аналитическом складе ума. А рот? А нос, а уши? Разумеется, все надо рассматривать в сочетании. Для работы сыщика вы, Жора, идеальный экземпляр. Да. Еще раз. На счастье. Ну, подождите, оставьте ради бога. Я вас прошу, не дай бог еще поряжетесь. Я сама все уберу. Так вы согласны с моим планом? Согласна. Но с одним условием. Если ты станешь говорить мне «ты», с удовольствием. Алло, Настя-ка? Да. Я сделала это. Что это? Я отомстила Кукушкину. Сорвала ему спектакль. А главное, я разрушила квартиру. Чью? Кукушкина? Нет, свою. Грядут перемены. Это из Покровских ворот? Нет, это из моей жизни. Все. Теперь я буду другой. Совсем другой. Меня она сволочь не сможет больше взять вот так вот и выкинуть меня из своей жизни. Скажи честно, я уродина? Ну что ты, ты красавица. Может быть, я дура? Да перестань, ты умная. Ладно. В таком случае, может быть, я совсем не обладаю сексуальной привлекательностью? Молчишь. То есть, ты считаешь, что я не сексуальна? Я этого не говорила. Знаешь, иногда молчание сильнее слов. Нет, просто у каждого свой образ. А, у меня такой образ вечного подростка, да? Не то мальчик, не то девочка. Что ты глупости говоришь? Из чего ты вообще так завелась? Ты сексуальна по-своему. Не в классическом понимании этого качества, но это даже интереснее. Знаешь что? Ставлю ящик шампанского, что сегодня вечером у меня будет три воздыхателя. И все они будут смотреть на меня влюбленными глазами. И ловить каждое мое движение, поняла? Поняла. Где? В Пикадоре. В шесть. Не кушаю тебя. Спасибо. Алло. Привет. Слушай, я так рада тебя слушать. нет свободно абсолютно не занята хорошо давай все пока куда ты идешь кафе с мужчиной с двумя да с подругами я иду с подругами да я так и знала я так и знала ты никогда не выйдешь замуж валик валик она никогда не выйдет замуж у тебя никогда не будет внучки ты слышишь валик у меня будет внук слушай по моему я сюда зря пришла ничего не зря именно так и нужно по принципу клин клином понимаешь как раз так борется со страхами и комплексами расслабься да ладно уже нормально вот и молодец да насчет трех светка явно погорячилась ни одного приличного объекта не вижу слушай а вон там вот у барной стойки в замшевом пиджаке как замша ничего объект через полчаса дровами будет смотри на красавца слева как ужас там сбоку от меня тоже колоритный персонаж сидит только смотри аккуратненько потому что мы так вертимся как будто заигрываем со всеми сразу он смотрит на нас я не знаю в очках мама дорогая прямо из группы зизиток динозавр рока бедная светка с кем мне придется работать а хочешь тебе погадай на кофейной гуще а ты умеешь конечно если зуб то подлец-дентист если рога то муж я брала уроки у самой серафима гадалка международного класса повтори за а если модельер модельер ни зуба ни рогов зато вижу силуэт где смотри мужской силуэт видишь одна рука внизу одна согнута слушай потрясающе здрасте здрасте я сделал вам коктейль за счет заведения спасибо вероника настя спасибо а третий сейчас светка придет угу эллоу стоять хотела поклонников. Да, публика здесь специфическая. Послушайте, вы выглядите просто потрясающе. Это вам. За счет заведения. Спасибо. Второй. А вы говорили. Интересно, кто следующий? А может, вон тот? Замшевый? Ой, еще раньше, чем я предполагала. А может, вот тот? А интересный тип. Hello! Наверное, он слепой, поэтому и в очках. Привет, блондиночки! Включаем? Нет, веселимся. Здорово-то мне двинуло. Худая сильная. А нечего к приличным девушкам приставать. А приличные девушки попами не крутят. А знаете анекдот? Про симпозиум блондинок. Нет, мы знаем про институт Склифосовского. Где мужика по частям собирали, а потом долго челюсть не могли найти. А я думал, что у вас один мозг на троих. У нас зато зубы в шесть средов. Укусим мало не покажется. Молодой человек, пожалуйста, не мешайте нам отдыхать. А вот этот мозг общий, наверное, у тебя и есть. Да бросай ты этих дур. Поехали кататься, а? У меня такая тачка. У тебя такая грустная. Так, мечта злотоискателя. А ну-ка вали отсюда. Че с козелой? Мандро не доделано, а? Что? А? Здрасте. Что? Стойте. Стойте! Стойте! Девчонки, вы что сидите? Быстрее, сейчас милиция будет. Быстрее, пошли, пошли. А ну быстро, я к стене. Руки за голову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова О, тетя, здравствуй, тетя. О, здравствуй, племянничек. Что, правда, твой племянник? Ага, троюродный. Бегун-самоучка. Я из-за него Андрея потеряла. Да ты меня, коза, поймала, потому что я тогда споткнулся. Не трыди, у Настики разряд по бегу. У меня погоняла бакс. У меня здесь все схвачено. Ты что, быковать взялась? Не боишься рамсы попутать? Девочки, а что сказал этот мальчик? Потом объясню. Не кроши батон, дятел. Клавиши прикрой. А ты что, блатная? Слушай, племянник, я тебе дам 10 долларов, если поможешь мне в одном деле. Что ты задумала? Чем он может тебе помочь? Посмотри, какая у него рожа хитрющая. А ты не влезай в толдым грелка. Куря-бамбук, жаба кривоногая. Вон кривоногие пошли, а у меня с ногами все нормально. Клоп матрасный. Слушай, а ты на той улице часто бываешь? Ну, предположим. А ты не видел случайно на том самом месте, где сумку у меня украл, высокого красивого брюнета в куртке? Его зовут Андрей. Он мог подъехать на машине, выйти, постоять. Видел? Правда. Правда. Девушки, вы свободны, с вами разобрались. До свидания. Слава богу, племянничек. Она? Да. Хорошо. Платьец такой, нечаденько. Эй, вот, привел. Получите, распишитесь. Что? А вы Насте? Мне бакс сказал. Короче, гони 10 баксов. Чего? Бабки гони. Обалдело, что ли, от счастья? Андрюха мужик классный, когда не пьет. Да ладно тебе. Куда пойдем? Никуда. А что такое? Он брюнет, брюнет. В куртке, в куртке. И околачивается здесь каждый день. И зовут его Андрей. Что такое? Я не понял. Держи, заработал. Всего доброго, Андрей. У меня еще парочка других мужиков есть. Обращайся, если что. Так не понравился ей, что ли? Да кто их этих баб разберет? Ладно. Мне тоже пора. Куда пора? А мои деньги? А моя работа? Притом от неудачи никто не застрахован. Это жизнь, старик. Ну, что у нас тут пишут? Страна по-прежнему остро нуждается в стриптизершах. Также ей необходимы модели и фотомодели. А что? Из тебя получилась бы прекрасная модель. Не может быть. Его же только что здесь не было. Новый восточный клуб приглашает к сотрудничеству специалиста по древней китайской культуре. Женщина от 20 до 35 лет. Отбор претендентов будет происходить на конкурсной основе. Своё резюме просим высылать по адресу. Иннаида Афанасьевна, это же про меня написано. Что? Покажи пальцем. Где ты читаешь? Да вот. Вот. Господи, спасибо тебе. Подожди, ну тут говорится о каких-то проектах, программах. У тебя есть что показать? Ну, конечно. Я же говорю, эта вакансия просто под меня. Ой, Настюша, думаешь, в наше время можно вот так вот прийти с улицы и получить работу? А опыт, а связи? Идеи. Хорошие идеи сейчас очень дорого стоят. Опыта маловато, согласна. А связи есть, если мы говорим об одном и том же. Я широкой спине и волосатой руки. Значит, а разный. Я же всё продумала. Я же ночей не спала. Я знаю всё до мельчайших деталей. Да и потом, я дипломированный искусствовед. Нет, вы сами меня просили об этом не забывать. Если я получу эту работу, то мы с вами, Зинаида Афанасовна, закатим пир. Я начну зарабатывать и, наконец, расплачусь с вами за комнату. А потом я отправлю вас к морю. Хотите, на Кипр? Нет, лучше на Сламоново острова. И тогда ты заработаешь себе на отдельную квартиру и от меня съедешь. Не дождётесь. Буду жить у вас, пока вы меня сами не выгоните. Живи, пожалуйста. Ты даже не представляешь, как я к тебе привыкла. Я тебя очень люблю. Ой, что вы, Зинаида Афанасьевна. Я вас тоже люблю. Чинёте. Алло. Что случилось? Ничего не случилось. Просто мы плачем. От чего? От чего-чего? От взаимной любви. Кстати, я тебя тоже очень люблю. И Светку. И всё у нас будет хорошо. И я вас очень люблю. Это нервное. Это пройдёт. Кстати, я работу нашла. Правда, пока лишь вакансию, но именно то, что искала, понимаешь? Слушай, я очень рада. Я тебя поздравляю. Пока что не с чем. Но всё равно спасибо. А ты-то как? Вот, сегодня вечером встречаюсь со Стасом. Слушай, как ты думаешь, не будет слишком неприлично, если я приду к нему с эскизами? Ну, вдруг он подумает, что я из-за них? Глупости. Неси, не задумывайся. Волнуешься? Очень. Ой. Ну, не надо так переживать. Ты достойна самого лучшего. Помни об этом. Всё, пока. Целую. Чудно. Божественно. Восхитительно. Браво. Вы волшебница. Оно даже лучше, чем магазинное. Нет, это не платье. А что? Это новая кожа. Я чувствую себя, словно я в нём родилась. Понимаешь? Ой, какая прелесть. И моложе я в нём на 15 лет. Ну, согласитесь. Ну, правда же. Ну, не скупитесь, моя дорогая. А вы сегодня, кстати, тоже, Надива, выглядите обалденно. Вы влюблены? Я же вижу. Ой, это чудесно. Ой, я, наверное, вас задерживаю. Правда? Да нет, всё нормально. Здесь. Уберём ещё на сантиметр. И всё. Готово. Ой. Переодевайтесь. Жалко снимать. Жаль. Жаль, что я не могу побежать прямо в нём. Но зато я знаю, куда я его одену. И я произведу такой фурот. Вы мне верите? Верю, верю. Ой, это будет потрясающе. Где она? Доченька, через пять минут придёт Альберт. Альберт? Какой Альберт? А, Альберт. А зачем он придёт? У меня встреча, и я... Я ухожу. Как уходишь? Подожди. Мы говорили с тобой об этом. Я тебя вчера предупредила. Вчера? Я не помню. Как это ты не помнишь? Никушка, я вчера говорила, что сегодня к нам в гости придёт Альберт. Ну, а я что? Господи, что ты? Ты кивнула вот так. Кивнула? Да. Ну, так я, наверное, пела. Пела и кивала. Не смешно. Да. Альберт, это действительно не смешно. В котором час он придёт? Да вот он, с минуты на минуту. С минуты на минуту придёт. У меня и пирог уже, сюрприз, подошёл в духовке. Ну, хорошо, мама. Я встречусь с твоим Альбертом. Ну... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Говорите громче. Ермолова у аппарата. Быстро включи телевизор. Ермолова. Первый канал новости. Что кто-то умер? Кто-то может родиться, если поторопишься. Заинтриговала. Последней постановкой Александра Бажевича был чеховский дядя Ваня. На сей раз театральная публика с нетерпением будет ожидать короля Лира, в котором будут задействованы только молодые актеры. Нет ни одной звезды. Представляете, ни одной. Если хотите назвать это экспериментом, пожалуйста, называйте. Но я уверен, что в нашем отечестве среди неизвестных или малоизвестных актеров найдется уйма уникально талантливых людей. Судьба, фортуна, которая зачастую бывает не только капризной, но и достаточно несправедливой по отношению к людям, которые явно ее заслуживают. Я хочу сказать, что шанс, который я хочу им дать, даст возможность мне сделать большое открытие. Разумеется, что все претенденты на роли в спектакле пройдут серьезный кропотливый отбор. Стоит только добавить, что Александр Бажевич – мастер, которого нужно удивлять. А удивить видавшего виды знаменитого режиссера не так-то просто. Где отбор будет? Эй! Алло? Где Бажевич будет проводить отбор? Говорили? Может быть, и говорили. Я тоже сюжет на самом начале видела. Кто же так сюжеты делает, а? Может, на телевидение позвонить? Зачем на телевидение? Завтра в любой газете можно будет узнать все подробности. Никаких завтра. Счет идет буквально на минуты. Ты хоть понимаешь, что будет завтра? Наверное, всемирный потоп. Завтра толпой кинутся атаковать Бажевича. И среди них буду я. И меня забьют длинноногие грудастые блондинки. Ты это понимаешь? Ты теперь сама блондинка. Ну да. А грудь? А ноги? Ну тогда звони в пресс-центр. Там наверняка все знают. Гениально! Только я звонить не буду, я туда поеду. Господи, а зачем ехать? Да! Все, Настя, ругай меня последними словами. Пока! Бездарность? Идиотка. Кикимора отставная. А еще дура. Тупица и неудачница. Настя! Так надо. Сейчас ругать надо. Светка артистка от Бога. Я видела ее в дипломном спектакле, где она Корделию играла. А Корделия, это, если мне не изменяет память, младшая дочь Лира. Впервые в жизни мне в театре хотелось плакать. Вот кому, как не ей, играть Корделию? Господи, ругать же надо. Кикимора отставная. Игорь, так все, вот так улыбайся. Здравствуйте! Здравствуйте! Очаровательный мой! Консьержку вашу напугал. Она решила, что я на похороны. Здравствуйте, дорогая Валентина Андреевна. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Здравствуйте. Мамочка, поставьте. Да, конечно. Не надо, не надо, не надо. У нас не разрывается. Никушка, проводи гостя комнату, а я пойду принесу пирог. Будем пить чай? Будем, будем. Пожалуйста. Да. Спасибо. Вы, как всегда, галантные и прекрасные. Это вы очаровательны. Вы настолько очаровательны, что я даже растерялся. Спасибо. Вы знаете, мне так приятно слушать от вас комплименты, потому что вы мужчина с таким тонким вкусом. Приятно, когда девушка красива, да еще и умна. Альберт, мне так жаль, что мы не встретились с вами раньше. Приятные встречи не бывают с опоздалыми. Вы настолько очаровательны. Вы красавица. Скажите, Я могу вам доверять? Конечно. Понимаете, мама ни о чем не догадывается. Но давайте начнем наши отношения недели через две. А лучше даже через три, когда я буду абсолютно здорова. Почему? Понимаете, я сейчас хожу на уколы. Но вы не думайте. Я хожу к очень хорошему венерологу. Поэтому я думаю, недели через три все будет замечательно. Я не понимаю, а что с вами случилось-то? Да ничего. Понимаете, я всегда знала, что с неграми лучше не общаться. Другое дело, арабы, они очень чистоплотные. Мама ни о чем не знает. Вот и сейчас мне нужно бежать на укол, а она пригласила вас. Поверьте мне, я никогда, ни при каких обстоятельствах, никому. Правда? И это останется нашей маленькой тайной. Да? Да. Спасибо. Пирог? Сюрприз. Дети мои. Созданы по журналу рецепты здоровья. Спасибо, мама. Это очень кстати. Мне очень неловко, но я баран. Господи, Альберт, как вы можете такое говорить? Через 10 минут у меня встреча с Мальцевым. А я о ней совершенно забыл. Семен Даниловичем? С ним. Вероятно, скоро меня повысят. Ой, дай-то Бог. Дай-то Бог. Вероника, ты слыхала, какая замечательная новость? Да. Только об этом пока не нет. Я понимаю. Я так рада за вас. Удивительно. Вчера мне все-таки дали полставки. А сегодня вот у вас замечательная новость. Начинается сезон сюрпризов и неожиданностей. Правда, Никушка? Да. Сезон сюрприза? Да. Это точно. Ну, я пошел. Дела. Как же? Дела, дела зовут. Как же? Главное, ничего не упустить. До свидания. До свидания. До свидания. Что ж такое-то, а? Стоять! Ты что, ненормальная? Да, ты что, больная? Да, ругайте меня, вожжатся, я ненормальная, больная, только отвезите в пресс-центр на Лермонтовский. Какой пресс-центр? Что за пресс-центр? Куда ты идешь? Простите, что напугала. Ты меня не напугала? Ты меня чуть в тюрьму не посадила? Ты что, сумасшедшая? Миленький, дорогой, я все понимаю, только давайте очень быстро сейчас поедем на Лермонтовский, ладно? Какой мистер? Выскочила как черт. Хорошо у меня реакция. А только что? У меня жена, да? И три сына. Правда, один из них девочка. Но все равно жалко, да? Кто бы их кормил? Чужой дядя? Вот скажи, ты умная после этого? Дура. Молодец, что не споришь. И вообще красивое у тебя платье. И сама ты красавица. Спасибо. Совсем красавица. Только в таком платье надо с царицей ходить. А ты прыгаешь, как заяц. Просто я опаздываю очень. Я понимаю. Большое вам спасибо. Это же Божевич. Не может быть. Едем. Куда едем? Что? Никуда я не поеду. Вон за тем джипом. Быстрее, пожалуйста. Я тебе что, лишний шофер, да? Выходи давай. Миленький, дорогой, пожалуйста, очень надо. Поехали. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А, это вы. Угу. Достаточно. Здравствуйте, Зинаида Афанасьевна. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Угу. Как я рада вас видеть. А у нас сегодня праздник. Мы, наконец, нашли работу. И в честь этого события пекут дивный торт. А Настя? А Настя в душе. Ну вот. Ну что вы так трагически замерли? Как монумент неизвестным жертвам неизвестной трагедии. Ну-ка, проходите, проходите. Угу. Садитесь. Да, Георгий. Задали вы мне задачу. Вы, Жора, нарушили стройную систему моих знаний о гороскопах. Ну какой вы, Лев? А тем более обезьяна. Фу ты, Господи. Я уж подумал, что натворил чего. Ничего вы не натворили. И не натворите ничего. Если будете продолжать в том же духе. Да-да. Не смотрите на меня так растеряно. Растерянность делает мужчину уязвимым. А мужчина должен быть сильным и слегка загадочным. Чай, кофе, венца. Венца? Ой, чай. Конечно же чай. Мужчина должен быть решительным. Что? Но как бы закрытым для разоблачительных взглядов. Женских взглядов. Недосказанным, что ли. Понимаете? А уж если дело касается завоевания сердца любимой. Вы это знаете? Ой, тоже мне секрет Польшинели. Все же видно, Жора. Хелагар, Хелагар. Спасибо большое. Спасибо мало. Давай рассказывай. Что рассказывать? Все рассказывай. Кто они такие? Зачем мы за ними едем? Мне криминал не нужен. Господи, при чем тут криминал? Это же Бажевич. Известный театральный режиссер. Слышали? Нет. Конечно. И зачем все это мероприятие? Я не знаю. Это во имя будущей славы отечественного театра. В моем лице я актриса. Ну, это я уже понял. Правда? Правда, правда. Приятно. Да, приятно. Все так, все так. Но вот Настя, она ведь меня не воспринимает всерьез. И, может, ко мне вообще не надо серьезно относиться. Может быть, я действительно такой вот смешной и ненбельный. Ну, ничего, ничего. Оставьте, оставьте, сидите. Все это пустяки. Вы замечательный, Жора. Вы чудесный. У вас есть редкий шарм и обаяние белого клоуна. Не хочу я быть клоуном. Ну, как? Ну, это же такой редкий дар. Зачем мне этот дар? Он мне не нужен. Хорошо. Тогда меняйтесь. Придумайте себе новый образ. Хотите быть мачо? Сейчас это кажется модным. Вероника. Здравствуй, Вероника. Здравствуйте. Вероника, пап, подожди. Я столько пережил за это время. Столько? Она оказалась такой дрянью, такой дрянью. Нашла себе шведа, шведа-банкира. Толстого, мерзкого. Противно. Мне до сих пор жутко вспомнить. Ну, я много думал. Я так много думал. Я столько понял. Я расскажу тебе, ты тоже поймешь. Не надо, напиши лучше мемуары. Постой. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Угадал. Тогда не разговаривать-то. Молчи, я буду говорить. Я вернулся, чтобы быть с тобой, понимаешь? С тобой. Я тебя больше никуда не уйду. А больше и не надо. Ника, ты что? Тебе остановиться трудно. Остановись, отглянись ты хоть. Во времена моей молодости в мужчинах ценилась степенность и немногословие. Никогда нельзя суетиться и отвечать сразу. Надо немного подумать и потом сказать. Допустим. Или. Возможно. Надо смотреть женщине прямо в глаза. Взгляд должен быть твердым с легким прищуром. А еще девицы очень любят, когда к ним относятся слегка покровительственно. И говорят прелесть моя или умница. Прелесть моя умница. И повторяю, не нужно много болтать. Надо выдавать информацию по частям. Как бы интригует. Настоящий мужчина должен походить на айсберг. Женщина видит лишь часть и умирает от желания нырнуть поглубже и рассмотреть, что же там внизу. в каком смысле внизу? Под водой. У айсберга. Ступай смелей. И как же ты здесь живешь? Замечательно. Ты, наверное, думаешь, что все это капризный фетиш художника. Нет, что ты. Я так совсем не думаю. Присаживайся. Знаешь, здесь даже можно спать. Кстати, иногда я так и делаю после показов или особо бурных фуршетов. Но я почти не пью. Просто люблю вот так вот поваляться. Попробуй это весело. Ну? И что ты чувствуешь? Я плыву. И если кто-нибудь скажет, что это не облако, то он ничего не понимает в облаках. А ты поэтичная натура. А ты думал там, где не там. Что это значит? Лет с одиннадцати я стала придумывать звуки для цветов и оттенков. Например, желтый у меня говорил сяу-сяу. Красный зигидза. Коричневый брррр. Потому что я терпеть не могла школьную форму. Розовый, фли-фли А белый Белый был моим самым любимым цветом И он говорил нежное Тан-тини-тан Красивое сочетание, правда? Правда Это обозначает, что я безумно рада, что мы встретились Я тоже Тан-тини-тан Я очень и очень Тан-тини-тан О, да у нас гости Я надеюсь, ничего не случилось Все в порядке Что у тебя с лицом? Допустим Что допустим? Правда ничего не случилось? Возможно Ты меня пугаешь Зинаида Афанасьевна А что у вас тут произошло? Все в порядке Прелесть моя Ты умница Динаида Афанасьевна Чем вы тут занимались? Вы что-то пели? Жора Это я Настя Ладно, плейбой из меня не вышло Придется переконфицироваться в управдом И как говорил Бендер А я вот думаю Почему бы нам не пригласить в гости Твоих подружек? Здорово! И Жору можно? Само собой Спасибо большое Но, к сожалению, я не могу Сегодня вечером Кстати Я ведь по делу По нашему делу Ух ты! Новости есть? Что ж ты раньше-то молчал? Пошли! А ты знаешь, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем есть Медальоны из лосося С овощами каннелони Под соусом горгонзола Не может быть! И ты сам все это приготовил? Шутишь? Я название-то сумел выучить Только с четвертого раза У меня по домам Чудный ресторанчик Там все и заказываю Заметь А ведь мог бы и соврать А врать нехорошо Давай договоримся Никогда не обманывать друг друга Как бы заманчиво это ни казалось Клянусь Фиолетовыми подтяжками Плугина А у Плугина есть фиолетовые подтяжки? Да А на них живут Маленькие черепашки Которых невооруженным взглядом Даже и не заметишь Некоторые думают Что это Божьи коровки Тан-тини-тан Тан-тини-тан Хочешь померить Лучшую модель Из моей новой коллекции? Очень А ты потом посмотришь Мои эскизы? Меркантильность гостев Была очевидна Но Красота и обаяние Прощали все Что так и будем До ночи кататься? Они же должны будут Куда-то приехать Странная ты девушка Как тебя зовут? Светлана Красиво А меня Зураб Тоже красиво Почти как зубер Слушай, ты прекратишь Когда-нибудь Глупости говорить? Зубер Это зверь Да, но какой Сильный И гордый Это же не шакал Какой-нибудь Да, шакал Это плохо Но зря мы Все это затеяли Почему? Знаешь, как у нас говорят Если ты человеку нужен Человек сам тебя найдет А вот если человек сам еще не знает Что ты ему нужен Так не бывает Любой настоящий мужчина знает Что ему нужно Вот мне, например Вместо того, чтобы больную тещу проведать Я тебя по городу катаю Почему? Наверное, тещу свою не любите Это другой вопрос Просто, как я вижу Ты еще больше больна, чем моя теща И жалко мне тебя Слабоватая твоя машинка Менять когда думаешь? А зачем? Меня все устраивает А ты говорил У тебя какие-то новости С чего начнем? Вот с этого Что это? Список В нем 23 Андрея Проживающих В интересующем нас районе Всем от 25 до 35 И все неженаты С ума сойти Так, так, так Авдеев Баранов Ты дальше считай Предпоследняя фамилия Фифочка Фифочка Дал же Бог фамилию Теперь нужно выяснить У кого из них есть машины Уже? Жора Ты просто артист Оригинального жанра Клоун Всего пять Да, и заметь, что И Фифочка И Сусликов Среди них Да, но еще есть Авдеев Толстовский И Шац Звони Жора А ты не мог бы Попросить Динаиду Афанасьеву Сварить нам кофе Ну, ты же знаешь, что я кофе не пью Ну, Жора Ну, так бы сразу и сказала Вали на кухню Алле Здравствуйте Мне нужен Андрей Авдеев Я слушаю вас Алле Простите, а вы машину продаете? Могу продать Хотя я не собирался этого делать А у вас серая Хонда? Нет, девушка У меня красный Запорожец Извините, ошиблась Не грустите, Георгий Ну, я ведь сам принес ей этот список Да все нормально Занейда Афанасьевна Все нормально А ведь ничего еще не известно Ну, невозможно за одну минуту знакомства с человеком Испытать к нему настоящие чувства Возможно Но все равно спасибо Чуть не купила у господина Авдеева Красный Запорожец А до Фивочки дозвонилась? Дозвонилась Противный мужик Принял меня за посредницу Обругал и сказал, что сам продал свою квартиру А Толстовский? А Толстовский вообще Маленький, лысый, но очень мужественный красавец Как же тебе удалось это узнать? Его мама так и писала Я позвонила И сказала, что я работница фотоателье Который разыскивает пропавших клиентов Говорю Это фотографии вашего сына Высокого, темноволосого, мужественного красавца Уже месяц лежат в нашем ателье А она? Мой Андрюша действительно очень мужественный красавец Но он не такого высокого роста И без волос Короче говоря, он лысый И метр с кеткой Остались Сусликов и Шац У Сусликова все время занято Постойте, пожалуйста Мне поговорить с вами срочно нужно Ну, постойте же Стоять Прием с девяти часов Стоять Что, красавица? Не нужна ты отечественному театру? Садись Домой отвезу Садись Спокойно Здравствуйте Могу я услышать Андрея Соломоновича? Я бы сама его хотела услышать А вы кто? Знакомая Откуда? Извините А вы кто ему будете? Я Эмма Соломоновна Его сестра И мой колодец нерезиновый Я вас прошу, деточка Будете в Тель-Авиве Так ему и скажите А, так Андрей Соломонович В Израиле? И давно? Уже три года А вини оттуда? Очень жаль Знаете, он был таким хорошим мальчиком Пока не вирус Вирус на мою голову Уехал и, представьте, совсем не торопится вызывать сестричку А я, между прочим, растила его собственноручно Нельзя плевать в семейный колодец Так ему и передайте Обязательно передам До свидания Итак Как это не прискорбно констатировать Напоминя нашего Андрея Сусликова Ну и что? А ты вообще Козлов И, тем не менее, очень милый человек Спасибо Но Суслик Козлу не товарищ Даже сравнивать смешно Ты знаешь, сколько знаменитых Козловых в мире? Нет Козловских знаю А Козловых нет Так Слушай, у тебя столько литературы по Востоку Ты увлекаешься восточной культурой Это дань образования? Нет Я очень люблю Я даже мечтала уехать жить на Восток Кстати А давай-ка мы твоего Сусликова пробьем еще по одной картотеке Кстати, а давай-ка мы будем называть его Андреем А что за картотека такая? Так, сейчас Ты что, взламываешь чужую базу данных? Зачем же взламываю? Просто вхожу Вот, есть Да? Сусликов Сусликов Андрей Николаевич Сусликов Андрей Николаевич Надо же, имеется такой Вот это год рождения А это что за даты? Он что, умер что ли? Только не волнуйся и не расстраивайся, ладно? А что это за даты? Сусликов Андрей Николаевич был дважды судимым То есть, отсидел два срока За грабеж Месяц как освободился Это так элегантно Ты просто молодец Тебе не понравились эскизы? Удивительно И ты это все сама придумала? Ну да Если не считать, что идея витает в воздухе Это Это очень красиво И необычайно женственно Господи Ты себе не представляешь Как я рада И что это для меня значит И что ты До сих пор не показывала Этих эскизов никому? Нет Почему? Я не знаю Наверное, не было подходящего случая Вот эту ночь И я как-то вышла на балкон Мокрый асфальт Огни фар А вот это Турецкие улочки И солнце играет на окнах домов Я их никому не показывала Потому что я не знала Хорошие они или плохие Но теперь Бог мне послал тебя И я так рада, что мне хочется плакать Удивительно В моде, кажется, сегодня уже невозможно изобрести чего-то Что не повторило бы уже существующего В наше время просто нереально сделать открытие Как это, например, сделал его Сен-Лоран в 62-м году Ты знаешь, что тогда манекенщицы Впервые вышли на подиум в брюках Что ты? Это был настоящий фурор В то время в Париже даму в брюках не пускали даже в ресторан А женские кожаные куртки Опять Сен-Лоран Гений Нужно иметь или талант от Бога Или немыслимое везение Чтобы в 20 лет познакомиться с Диором А в 21 год после смерти мэтра Встать во главе его дома Сейчас все иначе Время революции прошло Сейчас уже публику не удивишь размахом декольте Нужно Вывернуться наизнанку Не спать по ночам И сгрызть вагон карандашей Начертить тысячу эскизов Чтобы Один-единственный Ну, может быть, если повезет, конечно Показался чем-то стоящим Хочешь, я покажу это плугину? Ты можешь показать это плугину? Можно прям завтра Господи Еще вчера я думала о монастыре Но черно-белые не самое мое любимое сочетание Ты правда можешь показать их плугину? Что говорят в таких случаях? Ущипни меня, да? А можно поцеловать? А можно поцеловать? Ну, а тут Може, ну, ну, да? Ну, а тут Вы кого-то ищете? Может, я могу вам помочь? Да. Я ищу господина Бажевича. Это известный театральный режиссер. Он только что прошел сюда, и с ним еще двое. Он мне встречу назначил. Одну минутку. Сейчас посмотрю в списках. Возможно, ваши знакомые в красном зале. Спасибо. Да неужели же для тебя это не имеет никакого совсем значения? Имеет, не имеет. Не в этом сейчас дело. Я должна его увидеть. Это после того, что ты о нем узнала? А по-твоему, раз иступившийся человек уже не человек? Да не раз, а два. Это уже не ошибка, не случайность, а вполне понятная закономерность. Но это не исключает того, что он может оказаться хорошим, но запутавшимся человеком. Кто? Уголовник по фамилии Сусликов? Дважды судимый? Да наверняка он с тобой знакомился с определенной целью. С какой? Положил глаз на мой фикус? В таком случае ты прав. Он настоящий мошенник, потому что кража удалась. Смейся, смейся. А в квартиру мы пойдем вдвоем. Знаешь, чтобы красивая была. Чтобы красивая была. И такая. О, блондиночка. Блондинка была. И обязательно чулки. Чулки в сетку. Черные чулки в сетку. Блондинка черные в сетку. А, во! И декольте. Грудь. О, чтобы грудь была. И вот декольте вот так вот до пупа было. И обязательно. И обязательно. И обязательно. Слушай, слушай, да. Обязательно. Чтоб сопротивлялась. Я мужик темпераментный. Чтоб сопротивлялась. А это кто кого еще? А это неизвестно кто кого. И знаешь, и это. Пела. Пела, пела, пела. Чтобы пела. Пела, пела. Раскинулась море широко. Вот эту песню. Это. И море. Вдушует. Давай. Алло, коза. Я тебе сказал. Знаешь, кто тетимити. Хотите тетимити? А? Кто тетимити платит, тот девушку и танцует. Жду, жду. О, дом номер сорок пять. В этот дом я тебя не пущу. Где-то там живет мой фикус. Чего? А вдруг он убийца какой или маньяк? Мы туда пойдем вместе. Я пойду туда. Одна. Подожди. Давай сделаем так. Мы поднимемся вместе. Вы поздоровайтесь. Я уйду. Я сама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здрасте. Вас что? На вертолетах возят? Давай. Мне нужен Андрей Николаевич Сусликов. Это повернись, повернись-ка. Повернись. Ну, что ты какая-то неказистая? А где чулки? Какие чулки? Черные. В клеточку. А что? А что у нас грудью? А что у нас грудью? Грудью. А где грудь потеряла? Я же просил, чтобы была грудь. Вот такой вырез и декольте. Я просил до пупа. Послушайте, мне нужен Андрей Николаевич Сусликов. Я Андрей Николаевич Сусликов. Милочка моя, а ты почему-то не подготовилась? Чего не подготовилась? А? Что? Пойдем? Куда? Комната. Кроватка. Ну, давай. Да вы что? Да что вы делаете? Да, подожди. Что-то как ненатурально. Только давай-то не наигрывай, ладно? Не наигрывай. Я сопротивляюсь, но... Вы что? Ну, вы что? Ой. Ты что? Ты совсем пломила? Ты знаешь, ты это давай. Это все-таки лицо, а не спина. Грудь не надела? Чулки не нацепила? Мне все настроение упало. Подожди, стой, стой, стой. Давай, знаешь, давай мне песню. Возбуди меня песней. Что? Песню спой. Какую песню? А если он спорит широкая. Вы что, больной? А, да. Я сейчас съем две таблетки в ягру. Я сейчас тебе такую руку и жму. Да вы что? Допустите меня. Жора! Тише. Жора! Соседи зверь. А, не видно, открывай! Соседи зверь. Тише. 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 Жора! Тише. Соседи. Соседи зверь. Тише. СТУК 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 Ты чего? Ты чего? Что ты орешь? Ты, сутенер сраный. Твоя девка работать не хочет. Она орет. Ты кого девка позвал? Тебя! СТУК Здравствуйте. Я прошу вас. Пожалуйста, выслушайте меня. Хорошо, я вас слушаю. Отец. О, если бы врачующую силу моим губам, чтоб поцелуй мой стер следы всего того, что сестры натворили с тобой. Родной, ты должен был их сединой растрогать, хотя бы даже небылым отцом. Такому ли выйти ночью в поле на поединок с громом, бурей, мглой, такому ли стоять на карауле под шлемом развивающихся косм средь ясных молний? Я бы пустила греться к огню собаку своего врага в такую ночь. А ты, несчастный, был рад ночлегу в шалаше среди свиней, с ворами вне закона, на соломе. Постигнуть не могу, как ты в такую ночь с рассудком вместе жизни не лишился. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам понравилось? В общем, да. Александр Григорьевич, я очень хочу играть в вашем спектакле. Поймите, пожалуйста, что для меня это не просто возможность сделать карьеру, это возможность стать другим человеком. Все, я понял, понял, понятно. Милая девушка, мне кажется, мне придется вас огорчить. Значит, во-первых, я не Александр Григорьевич. Во-вторых, впрочем, во-первых, может быть, этого уже достаточно. Вы не Александр Григорьевич? Нет. Не Бажевич? Нет. Вы не режиссер? Нет, я банкир. Банкир? О, Господи! Как же вы похожи! Ну, подождите. А потом, когда я дошла до слов «среди свиней с ворами вне закона на соломе», тут ему стало совсем дурно. Светка, ты молодец, я бы так не смогла. Да ладно. Конечно, я понимаю, что на свете мало найдется таких же идиотов, как я. Но зато потом я вернулась в пресс-центр и узнала, где будет проходить отбор. Завтра иду в театр и записываюсь на прослушивание. Ой, девчонки, смотрю на вас и думаю, как жалко, что я уже такая старая клюшка. Во-первых, не старая и не клюшка. И потом, хотела бы я так выглядеть в вашем возрасте. Да, каждый возраст, конечно, имеет свои преимущества. Я, например, могу целыми днями валяться в постели, не думать о том, что нужно идти на работу. Но не валяется почему-то. Вот знаете, девчонки, говорят, что с возрастом недостатки в людях становятся виднее. Это не совсем так. Печально не то, что они виднее. Просто, когда ты молод, ты наивно полагаешь, что все исправимо. Нужно только приложить усилия. А в моем возрасте уже отлично понимаешь, что ничего, ну ничегошеньки в человеке уже не исправить. Алло. Алло, Настюша, это я. Вероника? Да. Привет. Стас покажет твою работу Плугину. У нас такие новости. Самому Плугину. Что? Да. Это замечательно. Стас покажет ее работу самому Плугину. Мы тебя будем ругать. Пока-пока. Пока. Алло. 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 Алло, Настя. Не слышно? Настя, это... Андрей? Да, я хочу... Вас плохо слышно? Я хочу с вами встретиться. А как вы меня нашли? Плугину рассказать. Давайте замка, что ты где-нибудь... Давайте возле Пикадор, на той аллее, помните? Да. До свидания, Настя. Да. Это Андрей. Он нашел меня. Здравствуйте. Здравствуйте. А я думал, вы будете на той стороне, а вы на этой. А вы что здесь делаете? Как что? Вы же договорились. А, с Вероникой? С вами. Не поняла. Со мной? Вчера по телефону, вы что, не помните? Господи, так это вы звонили. Ну, конечно. А зачем же вы сказали, что хотите меня видеть? Я действительно хочу вас видеть. А что вам от меня надо? Давайте присядем вон от устанавливания. Ладно, только имейте в виду, у меня мало времени. Я насчет Вероники. Я все понимаю. Я понимаю, что сделал глупость, но не убивать же теперь меня зовет. Глупость? Ну, я же все понимаю. Что вы говорите? Да, человек имеет право на ошибку. Мало ли что случится в жизни. Но теперь все, с этим покончено. Лучше уж синиться в руках. Это Вероника-то синиться? Вы действительно так считаете? Она не хочет говорить со мной. Она не хочет меня выслушать. Удивительно, да? Да, удивительно. Потому что я-то сделал выводы. Я готов на многое. Ну, хорошо, а я-то тут причем? Ну, помогите мне. Как? Поговорите с ней. Вы объясните ей, что нужно уметь прощать. И если между нами, ну, какое будущее ее ожидает? И потом в ее возрасте капризничать просто глупо. Я уверен, что она меня любит до сих пор. Хочет просто, чтобы я поунижался, походил за ней, попросил пощады. Если уж на то пошло. Мы с ней, в конце концов, женаты. От этого факта не отмахнуться. А знаете что, Алексей? Я, кажется, смогу вам помочь. Спасибо. Я вот знал, что вы добрый, настоящий человек. Спасибо, рано говорить. Но у меня есть идея. Новый костюм. Элегантный, строгий, дорогой. Она должна видеть, что вы готовились к встрече. Что не пожалели денег. У меня нет денег на дорогой костюм. И потом я не думаю, что это так уж важно. До свидания. Подождите. Извините. Если вы пришли, чтобы поспорить, то я вас огорчу. У меня нет на это ни времени, ни желания. Я четко знаю, что может спасти положение и принести успех. Вы считаете иначе? Тогда какие проблемы? Выкручивайтесь сами. Я не буду спорить. Ну, мне правда нет денег. Ерунда у меня есть, я вам займу. Здесь неподалеку есть чудный магазинчик. Там отличный выбор костюмов. Мы идем туда, покупаем костюм, рубашку. Затем по дороге мы покупаем розы. Штук 15, не меньше. И прямо к ней. Не-не. К чему такая поспешность? Мы можем сходить завтра. Нельзя завтра. Почему? По кочану вопросы есть еще? Нет, но... Опять? Нет, все нормально, все. Так что, вперед? Вперед. Привет, Настюша. Сижу в кафе, жду Стаса. Договаривались выехать куда-нибудь позавтракать вместе. Уже 25 минут, как опаздывает. Звоню, мобильный не отвечает. Я уже начинаю волноваться. Вдруг случилось что-нибудь? А ты по делу звонишь или как? Что? Нет. У меня нет никаких планов насчет Алексея. Я его видеть не хочу. А ты почему спрашиваешь? Просто так? Смешная ты. Спасибо, ты тоже умница. Да нет, подожду еще минут пять. Потом сама пойду к нему в дом модели. Ну что, девочки, мы уже поздно там прослушали. Пожалуйста. Тоже нет. Батюшки. Здрасте. Здрасте, здрасте. Новенькая что ли? Да. Ну и куда нас определили? Участок какой? А, на самый сложный. Вон оно как. На самый сложный. Значит так. Порошки для унитаза в шкафчике слева. Поняла? Поняла. И не забудь поставить на место, когда закончишь. Конечно. Ну, держай. Девонька. Держай, держай. Спасибо. Да не на что. Ноги, убери. Там прослушивание. Понятное дело. Поэтому меня и позвали. Знаешь, на мусорю стекла набьют. А мне говорят, пароли надо. Знаем мы эти роли. Не роли, а мусор один. В вопросе вашем столько же притворства, как в прочих ваших выходках. Прошу понять меня как следует. Вы стары, почтенные. Вы должны быть образцом. Но тут с вами сотни рыцарей и сквайров. Беспечный народ, которые превратили этот замок в балаган и кабак. Так, вот этот. Именно этот. Дорого очень. Не торгуйтесь. Деньги отдадите частями. Ну, вы хотите помириться или мы будем спорить опять? Ну, ладно. Так, вот эта рубашка. Рубашка не может столько стоить. Успокойтесь. Цветы дешевле обойдутся. Я надеюсь. Идите в примерочную. Отсюда пойдем в костюме, как договаривались. Давайте быстрее, у меня мало времени. Что вы там притихли? Заснули, что ли? Я думаю. Нашли место. Думать будем, когда дело сделаем. Я не уверен, что это нужно. Слушайте ее. Я не понимаю вообще, что за манера вечно сомневаться и останавливаться на полпути. Мне больше делать нечего, как возиться с вами. Да ладно, ладно. Уйду ей богу. А вот это правильно. Ну-ну. Я готов. Я готов. И чтоб больше я тебя здесь не видел. Вещи отдай, дура, блин! На, держи свое барахло. А Веронику оставь в покое. Понял? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, а как я могу найти Стаса? Стаса Завадского. Направо. Спасибо большое. О, пелогеню! Зелень моя ненаглядная. Все цветет. Цвету. Цвету и расцветаю, как все зеленое и прекрасное весной. Поздравляем, поздравляем, поздравляем! Что случилось? Тебе звонили из восточного клуба. Сегодня тебя приглашают на собеседование. Зинаида Афанасьевна, родная вы моя, любимая моя, самая лучшая. Как я вас люблю. Да что бы я без вас делала? Зинаида Афанасьевна, девочка моя. Сейчас я буду тебя кормить. Моей любви не выразить словами. Вы мне величием воздух, святочей, цени богатств и всех сокровищ мира. Здоровья, жизни, чести, красоты. Я вас люблю, как не любили дети, да ныне никогда своих отцов. Язык не имеет от такого... Почему мы троним в зале? И от него захватывает дух. Я жду свои очереди. Здесь? Здесь! Ладно, не волнуйтесь. Меня Эдуардом зовут. Светлана. И на когда назначено восхождение на Голгофу? Что? Я имею в виду показ на когда назначен. Через неделю. Ясно. Оцениваете конкуренток? Да. Начали. Ох, если бы врачу ищу силу губам моим, Чтоб поцелуем стелеть следы всего, Что сестры натворили с тобой, Родной, Ты должен был их сединой Расстрогать, Хотя бы даже не был им отцом. Такому львы единой. Боже, как это банально. Как это пошло. Типично женский ход. Нужно знать характер Божевича. Его объемом в груди не возьмешь. Его можно удивить только истинным талантом. Правда? У Божеевича странный вкус. Нетипично мужской. Наверное, поэтому он гений. Есть тысячи нюансов, Которые нужно знать, Чтобы произвести на него впечатление. Говорят, он любит, чтобы его удивляли. Это так? Ну, а кто же этого не любит-то? А вы кто? Ассистент-режиссер. Так сказать, его правая рука. Вы ассистент Пашевича? Александра Григорьевича? Нет. Станиславского. Константин Сергеевича. Ох, ассистент Пашевича! Барышня, не надо так кричать. Я хоть и ассистенту, Тоже могу схлопотать по шее. Вы знаете, какой у мэтра тяжелый характер? Извините, пожалуйста. Но соломы Постигнуть не могу. Как в эту ночь с рассудком месте Жизни не лишился. Да, я представляю сейчас глаза Саши. Кого? Да. Вы знаете, а у вашей внешности определенно что-то есть. Вы правда так считаете? Я всегда говорю правду. Я не люблю лезть. Скажите, это ваш натуральный цвет? Нет у меня парик. Ну, естественно. Странно. Для блондинки у вас слишком умные глаза. Пожалуйста, поаккуратнее. У меня две лучшие подруги блондинки. И все так же умны? Не то слово. Значит, вы хотите сыграть в короле Лириан? Безумно хочу. Безумно не надо. Вот достойно. Хотите, я вас подготовлю к показу? Да или нет? Отвечайте. У меня очень мало времени. Да или нет? Конечно! Вот это особенно интересно. Удивил. Спасибо. Ты изменил стиль. Новый поворот. Совершенный наэв Мандиэра. С чему бы это? Влюбился? Художник обязан быть влюбленным. Вот это, например, ночь. Как-то раз вышел на террасу. Мокрый асфальт. Машины. Мерцающие огни фары. А вот это вот турецкие улочки. А еще мне снятся сны. Знаете, мне часто стали сниться удивительные сны. Смотри, не стань химиком. Химиком? Я имею в виду Менделеева с его таблицей. В современнике утверждают, что она ему приснилась. Так чья это эскиза? Стас. Мои. Антон Сергеевич. Что там такое, Лиза? Я посмотрю. Ты? Секунду. Манекен упал, Антон Сергеевич. Неудивительно. Секунду. Привет, дорогая. Батарейка в мобильном села. Тут дела еще. Плугин меня вызвал. Завертелся, закрутился и забыл позвонить. Но я уже собирался к тебе бежать. Ты давно здесь? Достаточно. Достаточно для чего? Я слышала. Я все слышала. Что все? Агнифар. Турецкие улочки. Твои сны, говоришь? Верни мне эскизы. Сейчас. Антон Сергеевич. Я заберу пока это? Да-да, забери. Минут через двадцать зайди ко мне. Хорошо. Пожалуйста, прости меня. Я не знаю, как это получилось. Сначала я хотел рассказать ему о тебе, но потом я подумал, что Плугин не станет тратить время на очередную мою любовницу. Извини, я запутался. Ну, черт. Черт. Все иначе. Знаешь, как все было? На самом деле. Я сделал это осознанно. Осознанно. Плугин все чаще и чаще намекал мне. Да что там намекал? Он говорил мне в открытую, что я выдохся. Мне на самом деле снятся сны. Только не турецкие улочки, к сожалению. Мне снятся дерьмовые показы, на которых зрители швырят в моей модели банановую кожуру и еще какую-то дрянь. Хочешь, я пойду к Плугину и все расскажу? Хочешь прямо сейчас? Или нет? Или лучше завтра? Завтра? Ты обещал никогда и ни в чем не обманывать меня. Как бы заманчиво это ни было. Да к черту лирику. Мы вместе. Мы вместе можем сделать многое. Ты и я. Наша коллекция. Наша линия. Понимаешь? Я все улажу. Договорюсь. Плугин поймет. Он мужик умный. Ну. Вероника, ну. Тан-тини-тан. Скромно живут ассистенты режиссеров на выезде. Истинный творец. Он обязан жить скромно. Роскошь убивает душу. Расслабляет, притупляет ум. А здесь еще кто-то живет? Юрий Степанович. Наш звукорежиссер. Но сегодня его не будет. Эдуард, вы хотите со мной переспать? Боже упаси. Ну вот я так и знал, что ты станешь на этом настаивать. Ведь знал, что все равно будешь ко мне приставать. Я? Кто? Ну, не я же. Господи. Ну. Вот все женщины одинаковые. Ну, неужели нет каких-то других ценностей, а? Ну. Вот сейчас я тебе покажу. Взгляни. Есть! 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 Вот они. Так это же раритет. Вот. Это моя гордость. И открываем акт четвертый. сцена сцена сцена. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Этих слов достаточно с меня. Хочу признаться, что в рассказе скромен был и скуп, и красок не сгущал. Переоденься. Одежда – это память о былом. Оно так тяжко. Нарядись получше. А что ты делаешь? Я собираюсь переодеться. Так удобнее репетировать. Нет, подожди. По тексту совсем другое. Вот. Тут надо было сказать, нет, королева. Это разошлось с истоями моими. А как же способность к импровизации, как полет фантазии? Как то, что пьеса – это только повод для спектакля. Да. Послушай, у тебя здорово получается. Я не говорю это всем подряд. Прошу тебя, давай попробуем еще раз последние реплики. Переоденься. Одежда – это память о былом. Оно так тяжко. Нарядись получше. Все-таки, насколько я помню, кем-то и кордели не были близки. Ну, то есть она, конечно, благодарна ему за отца и все такое, но… Да не верь ты тексту. Текст стар, скучен. Верь чувствам. Глазам, слуху, коже. Если ты не хочешь верить, мы можем начать с тобой репетировать строго по Шекспиру. Смотрите продолжение. Я танцевать хочу, я танцевать хочу, я танцевать хочу, я танцевала. Что-то случилось, Зинаида Фанасьевна? Все хорошо. А что это ты принесла? Да вот не знаю, что надеть. Как вы думаете, нужно выглядеть официально или без церемонии? Как тебе удобно, так и нужно. Правда, все в порядке. Вы хорошо себя чувствуете? Я себя чувствую замечательно. Мне позвонил один мой старый приятель, Владимир Николаевич. Двоюродный брат сводной сестры моего второго мужа. Впрочем, какая разница? В общем, Володя художник. Когда-то я ему позировала. Анатолий тогда меня страшно ревновал. А я понимала, что нравлюсь Володе. И мне это очень блестило. Словом, Володя хочет писать мой портрет. Здорово! Ты находишь? Тебе не кажется это смешным? Абсолютно. А что тут смешного? Смешного? Ну, хотя бы то, что портрет в моем возрасте будет скорее напоминать шарш. Слава Богу, Володя больше не пишет обнаженную натуру. Он вам нравится? Нравился когда-то. Но завязывать отношения в моем возрасте – это тоже шарш. Да глупости! Нужно делать то, чего хочешь по-настоящему. Да к тому же в душе вы совсем юные. И выглядите замечательно. Да любой настоящий мужчина счел бы за честь видеть рядом такую женщину, как вы. Ох, вот знаю, что врешь, а приятно. Ну что, идти позировать? Однозначно. А я пойду в джинсах и в майке. Нет, надень лучше вот это платьице. Да? Ты в нем такая красавица. М? Угу. Я танцевать хочу, я танцевать хочу. Здравствуйте, Миша. Привет. Я хочу напиться. А, да, сейчас. Вы, наверное, меня неправильно поняли? Я водки хочу. Слушайте, у вас там что, эпидемия, что ли? У нас мор. Мор иллюзий. Слушай, давай я тебе сделаю свой коктейль. Я думаю, не поможет. А хочешь, расскажи мне все. Да, собственно, рассказывать-то нечего. Все как всегда. Пей маленькими глоточками. А перед тем, как проглотить, немножечко на языке подержи. Все плохое забудется. Останется только одно хорошее. Ты очень хороший. Добрый день. Специальный заказ господина Божеевича. Король Лир, Шекспир. Вас что, повысили? В смысле? Стремительная карьера из уборщицы в курьеры. Это старинное и очень редкое издание. Да. Знакомая книжечка. Ладно, проходите. Эдику привет передавайте. Теперь давайте весь свет. Что делает эта колонна в центре сцены? И как оказался здесь этот задник? Где рабочие сцены? Я спрашиваю, где рабочие сцены? Где? Взяли в правый угол. На тебя. Я сказал, в правый, а не в левый. На меня. Ай, осел. Осел, грубый, превыше. Кто осел? Ты осел. Слышь, ты дитя мутации. Ты что, в морду хочешь? Ах ты гад. Так со мной еще никто не выступал. Спасибо. Давно пора ему морду набить. А я уж совестью начала мучиться. Думаю, используя тебя бедненького. Беликодушный кент, говоришь? Правая рука, говоришь? На, забери свою символ удачи. Ого, это интересно. А вы кто? Я? Ну, вы, вы. Актриса. О, это очень интересно. А есть еще какие-нибудь планы, кроме избиения моих рабочих и поломки декораций? Есть? Есть. Я вас слушаю. Вика, это ты? Я. Ты один? Да. Мама пошла в магазин стресс снимать. Ее Альберт про тебя такое рассказал. Что такое? А? Ты плачешь? Нет. Ну-ка, сейчас шучу. Ну, хватит. Не надо. Вику забачу. Ну, не надо. Ну, расскажи, папа, что случилось? Расскажи. А ты всегда таким был? Каким? Ну, таким грустным, молчаливым. Ты счастлив? Ты любишь маму? Столько вопросов. Что, большие неприятности? Можно сказать и так. Ты мне ни на один не ответил. На какой вопрос тебе ответить? На все. Да. Большие неприятности. Значит, почему я молчу? Кто-то из мудрых сказал, если тебе нечего сказать миру, то лучше молчи. Здорово, да? Мне очень нравится. Я молчу. А насчет того, счастлив я, вот ты не поверишь. А я очень счастлив. И я очень люблю нашу маму. Правда? А почему нет? Если бы я ее не любил, то зачем? Я очень люблю нашу маму. Она чудная, импульсивная, непредсказуемая, но самая лучшая в мире. Для меня. Ты понимаешь? Для меня. Кажется, понимаю. Давай чайку попьем. Здравствуйте. А что такое? Что без света сидим? А? Я столько вкусностей накупила. Валик, возьми сумку. Будем готовить праздничный ужин? Да. А какой сегодня праздник? Праздник, Ванечка. Вся наша жизнь, это большой праздник. Особенно с тобой. Мамочка, а зачем столько-то всего? Ничего, съедим. Я зверски голодная. Так, ты сыр, ты колбаску и тоненько. Тоненько-притоненько. Никочка, обещай мне, что ты меня сейчас выслушаешь. Мамочка, если ты опять насчет Альберта, то мне это абсолютно неинтересно. Да бог с ним, с Альбертом. Ты не представляешь, какие сплетни он на ней разносит. Но если у человека нет мозгов, его нужно просто пожалеть. Не правда ли? Никочка, тебя ждет сюрприз. Сюрприз? Да, потрясающий молодой парень. Да рано еще. Так, мамочка, давай-ка быстренько выкладывай, что ты там опять задумала? Я? Да, ты. Да, я задумала. Все ради тебя. Ты не представляешь, как он тебя любит. Но ты сама все увидишь и даже удивишься. Так кто он-то? Мой новый, молодой, знакомый. Твой? Да. Очень хороший парень, милая моя, очень. Ой, я так рада, так рада. Мы только о тебе и говорили. Представляешь, он неделю ходит под нашими окнами и не решается зайти. Но вот сейчас, через пять минут, он будет здесь. Ты что, серьезно, что ли? Да. Господи, да это же просто бред какой-то. Приглашать первого встречного с улицы? Он, наверное, одноглазый, да, мама? Да ты что? Потрясающий он. Значит, хромой, да, мамочка? Нет, он, наверное, горбун, да, мамочка? Горбатый, да? А ты знаешь, у нас под окнами в контейнере для мусора живет такой замечательный бомж. Очень интеллигентный. Он каждое утро со мной здоровается. Давай, я за него замуж выйду. Успокойся. Послушай, а давай я выйду замуж за него, нарожаю тебе таких очаровательных маленьких бомжиков. Хочешь, мама? И будешь до конца дней своих их воспитывать. Хочешь, мама? Никуша! Что, Никуша? Я почти тридцать лет делала то, что ты хотела. И что из этого вышло? Вот. Это он. Нужно открыть. Ты посиди. Пойди, пожалуйста, пойди, открой ему дверь. Ни за что. Я прошу тебя, Ника. Это в конце концов, это невежливо, в конце концов. Это разумно и честно. Хотя бы по отношению ко мне. И по отношению к нему тоже, я думаю. Хорошо, мамочка, я открою. Только ты об этом очень сильно пожалела. Что ты улыбаешься? Дочь. Миша, вы? Ты? Да. А это вам. То есть тебе. Надо же, ромашки. Ой, ну, наконец-то. Вы уже здесь прекрасно. Хорошо, что сидите, потому что у меня с ног сшибающая новость. Ошибательная. Разница. Как вы думаете, что произошло? Ой. Тебя пригласили позировать в плейбой? Нет. Но мне приятно, что ты допускаешь такую возможность. Дело в том, что... Ну? Что? Я буду играть в спектакль. У режиссера Божевича! Поздравляю! 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 Ну что, выпьем? Я выпью, но позже. У меня сегодня встреча по вакансии. Я такая забывчивая забыла, прости. Волнуюсь. Волнуюсь. А ты дыши глубоко, вот как я. У тебя директор мужчина? Да. Дыши, как Вероника, в три секунды на работу примут. Ладно, все, мне пора. Через час, если все будет хорошо, отпразднуем в сегодняшний день. Я с тобой. Я пойду одна. Пока. Удачи. Анастасия! А мы выпьем. За Анастасию. Она лучшая. Она самая лучшая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Анастасия Владимировна? Да. Меня зовут Инна. Очень приятно. Минуточку. Сегодня просто настоящий кошмар. До вас было сто человек. Шеф всем отказал. Я просто не знаю, что ему нужно. Да. Такие женщины. Да я вам на тот случай говорю, если он вам вдруг откажет, чтобы вы не расстраивались. А вдруг не откажет? Дай бог. Анастасия Владимировна уже здесь. Хорошо. Шеф вас ждет. Пожалуйста, проходите. Шеф вас ждет. Это вы? Вот. Я вас и нашел. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин